привет родные и любимые меня зовут саша я алкоголик и как обычно мы начнем с простой молитвы которая сегодня ко мне пришла утром господи господи помоги помоги мне быть проводником твоих идей не своих господи помоги мне нести твою весть чтобы я мог быть полезен страждущему алкоголику и любому другому на этой планете господи веди меня без тебя и ничто будет воля твоя не моя спасибо мы остановились на странице 66 на втором полном параграфе со слов мы тщательно проанализировали наши страхи мы тщательно проанализировали наши страхи мы записали все что мы боимся даже если эти страхи не были связаны с какими-либо обидами мы спросили себя откуда у нас эти страхи не было ли причиной то что мы во всем полагались на себя это нас подвело самостоятельность хорошая вещь но в известных пределах некоторые из нас были очень уверены в себе но это не освободило нас от страха не помогло это и в решении других проблем когда мы остановились заносчивыми был еще хуже вот интересно да опять я для себя вижу что вообще никакого отношения к алкоголю этот параграф мы здесь уже говорим о второй таблице которую мы заполняем а именно страхи мы тщательно проанализировали наши страхи ключевые слова когда я в первый раз делал это я честно говоря не очень соображал что я пишу о чем я вообще не знал когда я делал не было 7 месяцев сухости или трезвости другими словами я вообще не знал что такое страхи я жил постоянно в состоянии испуга постоянного состояния какого-то мандража постоянного состояния вот этой вибрации как террора которым я раньше говорил вот это состояние который в общем-то и успокоилась когда первый раз попробовал алкоголь тогда оно пришло в какое-то равновесие или какой-то элемент тишины пришел с алкоголем так вот оказывается когда я первый раз проводил так называемый тщательно тщательный анализ своих страхов и вообще даже и не знал о том что они у меня есть поэтому когда мы работаем с новичками сегодня 25 лет спустя я прежде всего и мой спонсор мне подсказал я прежде всего прошу молиться боже помоги мне увидеть эти страхи потому что я не вижу у меня нету боже помоли перед тем как что-либо анализировать помоги мне написать мои страхи мне казалось это совершенно нормальное состояние в том в чем этом ужасе в этом кошмаре в котором я жил я думал что это единственное возможное интуитивно я чувствовал что-то не так но на самом деле я если бы меня спросили ты испуган чего-то я бы сказал да вы что с ума сошли что я там 100 килограмм веса мужик там 36 лет не что в самом деле того мне бояться а вся моя жизнь была когда я начал тщательно анализировать страхи вся моя жизнь была испещрена этими страхами вот это с детства до сих пор вот кто-то проводит правах проносит руку у меня перед носом потому что меня били в детстве кто-то вот затянется за чашкой вот так вот перед моим носом у меня происходит такой внутренний скачок мне хочется дернуться и спрятаться убежать не знаю кто из вас испытывает такое ну вот у меня голова дергается я не знаю откуда это вот это неимоверное совершенно непредсказуемое состояние страх интересно что вот сейчас мы читаем и я вспоминаю предыдущие читки большой книги я вспоминаю насколько именно вот эти вот несколько параграфов которые мы говорим о страхах инвентаризации страхов они просто полностью насыщены напит напичканы напитаны молитвами сейчас мы увидим их все здесь ну во первых самостоятельность хорошая вещь да на самом деле сегодня я стоял на коленях на рассвете смотрел на восход солнца стоял на воде и вот опять вот это вот ощущение что благодарности но прежде всего от этой молитвы помоги когда я потом пошел на свою группу и делился там было чтение как видит билл как раз есть одно из чтений которое говорит надо усилить усиление молитвы да билл сам кстати как ни странно да не будучи атеистом от рождения но вот это вот отторжение и сегодня я делился о том что мне как атеисту из советского союза когда я пришел в программу вообще не было свойственно молиться то есть вот это первый крик помощи это была первая рожденная молитва помоги так вот когда мы начинаем анализировать страхи опять-таки повторюсь никакого отношения к алкоголю мы часто только говорим о страхах которыми наши жизни были напитаны да которые как сказано в этом параграфе могли не связаны им быть даже с обидами мы спросили откуда у нас эти страхи то есть что и для того чтобы спросить откуда эти страхи мне нужно обратиться к высшей силе боже помоги я сам не могу то есть если в первом шаге возвращаясь назад я не могу сдвинуться ко второму шагу без вот этой вот этого крика помощи я также не могу сдвинуться с этими страхами не попросив о помощи боже помоги я сам не способен полагались на себя как только я полагаюсь на себя программа закрывается все я понимаю что вот после окончания первого шага все постепенно растет со второго и до двенадцатого растет уверенность в том что я сам не могу но кто-то может поэтому уникальнейшая молитва помоги она работает не имеет но имеется и другой выход по крайней мере нам так кажется ибо сейчас мы опираемся на другую основу мы верим в бога и рассчитываем на его помощь если вы впервые читаете книгу вы будете замечать такие вещи когда мы говорим тогда написано слово бог или высшая сила или еще что-то это молитва то есть вот она уже боже помоги пожалуйста мы верим в бога и рассчитываем на его помощь боже помоги мы с большим доверием относимся к безграничному богу чем к нашему собственным ограниченным силам еще одна молитва господи я мои силы ограничены я доверяю тебе мы должны играть в этом мире ту роль которую он нам предопределил еще одна молитва господи какую роль ты мне какая твоя какая моя роль в этой жизни до тех пор пока мы действуем так как угодно ему и смиренно полагаемся на него он дарует нам способность посреди всех бед обрести чистоту не уступающей им по силе еще одна молитва можно объединить в одну пожалуйста но это молитва четвертого шага молитва которая позволяет нам двинуться немножко сдвинуться с мертвой точки в страхах если у вас эти страхи были определены всю жизнь вы знали чего боялись честь вам и хвала для меня это как я уже говорил не было еще раз прочитаю какую роль мире ту роль которую он определил какая роль моя в этой жизни как угодно тебе боже я полагаюсь на тебя дарую мне способность посреди всех бед обрести чистоту не уступающим по силе какая сильная молитва господи мы не просим ни у кого прощения за то что полагаемся на нашего создателя тоже вот это кстати предупреждение можно выделить потому что мы можем только посмеяться над теми кто считает духовность проявлением слабость я думаю что надо мной тоже подсмеивались те которые верили и получили духовный опыт в результате выполнения всех шагов когда я только еще колебался на первом шаге на первом втором там вот так вот но мы опять таки мы не просим не просим прощения сегодня мы просто верим мы знаем подойдя к четвертому шагу что что-то случилось в первом такое что мы попросили о помощи и двинулись ко второму мы попросили еще больше помощи в третьем и мы просим еще больше помощи в четвертом парадокс заключается в том что это как раз проявление силы да я рос конечно в том обществе в котором даже заглянуть в москве я помню восьмидесятые годы пьяненькому саше в церковь там где-то в армянском переулке или где-то еще просто постоять подышать там ладаном по похихикать посмотреть какие же эти старушки там смешные проявление слабости чего они ходят когда монет надо сейчас там за бухлом как это трогательно сегодня звучит многовековой опыт показал что вера делает людей мужественными верующие люди полагаются на своего бога опять молитва каждый раз боже помоги мне помоги мне полагаться на тебя мы никогда не просим прощения за то что верим бога мы позволяем ему показать на наших примерах что он в состоянии совершить боже помоги мне покажи мне как ты работаешь через меня мы просим его помочь нам избавиться от страха и сосредоточить наше внимание на том какими мы согласно его воли нам для каким нам согласно его воли надлежит быть и вот эта молитва обычно в основном цитирующиеся в большой книге оказывается мы сейчас два параграфа читали одни молитвы мы просим его помочь нам избавиться от страха и сосредоточить наше внимание на том каким согласно его воли надлежит быть мы сразу же чувствуем что начинаем преодолевать страх то есть вот если это не моя цель сейчас провести по 12 шагам но если мы вспомним эту таблицу которая нам часто дают в разных методиках то это как раз вот этот переход опять-таки в четвертую колонку переход туда где я понимаю что я больше сам не могу боже помоги мне я не могу избавиться даже от страхов не только от обид в свое время не только от от зависимости от алкоголя я не могу избавиться от страхов которые оказались в процессе этого анализа интегральной основной составной частью моей болезни как я могу двинуться дальше если я их не видел вот сейчас я уже хоть немножко в очередной раз почувствовал облегчение если после того как я проанализировал мои обиды резентменты у меня немножко веса свалилась плеч теперь еще больше весь вес сваливается с плеч теперь о сексе очень все начинают сразу улыбаться там и говорить о конечно там тогда надо конечно теперь по секс про секс поговорить на самом деле инстинкт сексуальный как мы выяснили уже и в обидах то в первой таблице он один из самых сильных наверное мне кажется мое личное мнение ну вот на самом деле к сексу к самому половому акту никакого отношения не имеют просто теперь о сексе многие из нас нуждаются пересмотре наших взглядов на эту проблему мы пытались быть разумными в этом вопросе это очень важное предупреждение на самом деле мудрость большой книги заключается в том что мы на самом деле должны быть разумными и сейчас мы увидим почему сойти с правильного пути очень легко мнение людей поэтому вопросы очень разные кто-то придерживается крайних взглядов от час доходящих до абсурда одни утверждают что секс является проявлением низменной стороны человека необходим основном только для производства потомство это с тем я в принципе столкнулся в любом ортодоксальном обществе в котором на самом деле секс контролируется государством церкви религии для того чтобы на самом деле свести это исключительно к я слышал от своего спонсора о том что там не дай бог его били там монахини в католической церкви по рукам потому что он пытался там себя самого трогать вот и кто-то говорил что там была волосы на ладошке вырастут еще чего-то там не знаю там ослепнешь еще ну все что угодно лишь бы только напугать и у меня твердое мнение поэтому было многие года сегодня я на самом деле вот постараюсь быть разумным как предлагается вот в этой в этом параграфе с другой стороны раздаются голоса требующий чтобы секс был все больше чтобы секса было больше и больше голоса сетующих на институт брака голоса объясняющие сексуальными причинами большинство несчастья человечества этим людям кажется что нам не хватает секса или что он не того рода который нам нужен во всем они видят значимость секса одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищи а другое рекламирует диету из переперченных блюд и вот хорошее предупреждение мы хотим остаться в стороне от этого спора кстати это вообще наша наша политика во всех наших делах это один из сильнейших принципов анонимных алкоголиков которые которым пропитаны все три завета мы стараемся оставаться в стороне от спора я мог бы сейчас потратить целый час рассказывая как в свои хиповские дни я старался и пропагандировал что на самом деле надо заниматься оргиями что надо больше секса что надо вообще противостоять всем христианским принципам или других принципам других религий только дайте побольше больше а на самом деле тогда я проанализировал обиды и проанализировал страхи я понял насколько же каким же испуганным мальчиком я был и каким я не был недолюбленным не только физически эмоционально духовно мне постоянно хотелось что-то мне прежде всего хотелось вылезти из своей шкуры и все эти оргии так называемые хиповские дела были исключительно чтобы остановить это жуткое вот это вот состояние террора вот это вот трепетание хоть прижаться такому-то телу хоть что-то лишь бы тебя обняли и все это я увидел только в процессе инвентаризации неимоверно важной еще раз скажу до этой инвентаризации 9 из 10 не дойдут потому что требуется мужество и опять-таки я вижу что требуется мужество так вот мы хотим остаться в стороне от этого спора мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения у всех нас есть сексуальные проблемы если бы не было мы мы не были бы людьми что мы можем сделать в этом отношении и вот тут начинается инвентаризация наших сексу нашего сексуального поведения в частности включая мы делаем это я знаю методики джо и чарли которые делают разделяя эту таблицу на две одна это сексуальный другая это ущерб нанесенный в целом другим у нас она эта таблица сегодня объединена и когда я провожу по шагам я разбираю это в одной таблице и опять таки что же мы делаем мы исследовали когда мы были эгоистичные нечестными или беспардонными то есть наши дефекты характера кого мы обижали и вызвали ли мы в других без всяких всяких на то основание ревность подозрения или горечь ничего плохого нет просто заниматься сексом идти и пожалуйста по обоюдному согласию но к сожалению в данном случае включены чужие жены чужие мужья родные кто-то обязательно будет за затянут в это в это безалаберное занятие сексом на самом деле и к сексу то это не имеет отношения это имеет отношение просто к порядочному поведению которым я не 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 было свойственно мои алкоголические дела годы моё моё поведение особенно подвыпившую как бы я себе не объяснял но было просто непорядочное непорядочное я вызывал ревность подозрение горечь и вот откуда у нас сейчас появляется вот этот мы подходим как того мы обидели кому нам придется потом восьмом и в девятом выписывать восьмом и в девятом делать детальное возмещение ущерба и вызывали мы в других без всяких на то основание ревность подозрение или горечь в чем мы поступали плохо и как нам следовало себя вести все это мы записали проанализировали то есть мы у тут про интересный происходит трансформация со мной в этот момент происходит интересный переход из того что абсолютно неосознанное действие по отношению к другим которые просто наносят ущерб и я этого даже не вижу а если мне кто-то причинил голову боже так я вообще просто разорву на части да так вот мы записали проанализировали в очередной раз слова кстати записали часто упоминается во многих методиках изучения дел из работы по 12 шагам что нам надо делать это письменно и проанализировали да как какие дефекты характера что что мы делали в чем мы поступали плохо и интересный вопрос задается как нам следовало себя вести вот тут начинается интересная вещь да тут начинается разбор именно потом мы увидим это в шестом шаге более детальных несмотря на то что всего два параграфа на 6 7 шаг но мы увидим детально на самом деле где же я своего своего ничего где я поступал плохо то есть я исключительно тянул все на себя тянул одеяло на себя и как нам следует в будущем выполнять волю бога то есть свои воли божьей воли немножко позже таким образом мы пытались выработать разумный здоровый идеал в нашей будущей сексуальной жизни интересный факт что многие я в первые заходы по шагам просто пропустил вот этот параграф вот эта фраза она просто у меня влетела в одно ухо и в другое я сейчас прочитаю сначала целиком параграф таким образом мы попытались выработать разумный здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни мы проанализировали насколько эгоистично наше отношение со всеми любви мы просили бога помочь нам выработать идеалы и жить в соответствии с ними мы помнили что наши сексуальные возможности даровано нам богом и потому являются благом которым нельзя их пользоваться легкомысленно и эгоистично но к этому также нельзя относиться с презрением или отвращение да опять молитвы каждый раз слова бог молитвы боже боже помоги мне выработать идеал и жить в соответствии с я бы увидеть хотя бы начать видеть и опять я всегда рассказываю своим подопечным вот здесь о том что очень мало к самому половому акту это имеет отношение это имеет скорее больше отношения сексуальной жизни да скорее отношения о том как мы вообще ведем с другим человеком как мы мы молчаливы и холодны мы не разговариваем с на руку именно не осознавая то что может быть это поколениями передавалась где-то в семье кто-то ведет себя на самом деле это может быть и физическое и психическое и ментальное нападение на самом деле какие бы не были нашли еще до идеалах сексуальные идеалы какие бы не были наши идеалы нам надлежит стараться достичь их опять опять я вижу просьбу к высшей силе интересно то что на самом деле при написании сексуального идеала первая реакция у людей в начале программы ну теперь я типа тогда мне брюнетки нравились теперь я хочу блондинку вот с такими буферами и чтобы была там ноги от шеи росли я говорю нет никакого отношения к форме не имеет у меня сегодня потребовалось 25 лет в программе чтобы прийти какому-то осознанию что в принципе это только уже наверное подходя к двенадцатому шагу что на самом деле сексуальный идеал это означает наверное с кем бы тебе хотелось бы засыпать просыпаться кому бы тебе хотелось бы служить принести чай утром в кровать кому бы ты хотел с кем бы ты хотел провести оставшиеся дни сколько тебе дано я не знаю сколько мне дано с кем бы ты хотел бы встретить старость интересно да и к сексу то особо никакого отношения еще раз каковы бы не были наши дела нам надлежит стараться достичь их нужно обрести желание исправить причиненные нам прошлом зло если это конечно не причинит еще большего зла иногда говоря мы решаем сексуальные проблемы как всякие иные проблемы погружаясь в размышления мы просим бога подсказать нам как нам быть в каждой конкретной ситуации правильное решение всегда найдется если мы хотим его найти молитва еще раз интересно что вот здесь в этом параграфе упоминается что на самом деле сексуальные проблема то есть сюда входят и измены там и все подобные вещи да когда просто идем и спим с другим человеком не подозревая что таким образом наносим ущерб мужу который может знает может быть не знает и кстати вот уже наводка к восьмому шагу кому мы нанесли ущерб да конечно и в идеале можно предположить что ты свободен не женат что ты не в отношениях никого тебя живешь в лесу да и она появляется на полянке тоже без всяких там проблем ни детей ни мужа ни партнера по жизни ничего одну займитесь сексом радуйтесь своей жизни и все замечательно да но чаще всего у нас происходят отношения как ни странно тут и была фраза у нас у всех есть свои проблемы это имеет отношение к тому что вдруг вот как было тоже упомянуто вот она которая понимает да вот старая уже надоевшая жена она не понимает а вот она появилась да который мы знаем такие случаи часто происходят в наших комнатах уже вроде бы у людей с солидным количеством лет трезвости и всего только бог может быть судья в наших сексуальных взаимоотношениях помогай позже помоги будь помоги мне разрулить эти отношения помоги объясни где я прав и где не прав конечно советоваться с людьми полезно но высшей судьей остается бог опять обращаемся к богу помоги мы считаем что некоторые люди столь же фанатичны в вопросах секса сколько сколько другие распущены мы избегаем крайности в мыслях или советах и вот это то же самое это очень хорошее утверждение о том что мы выключите микрофон пожалуйста мы избегаем крайности в мыслях или советах это наше все все сообщество анонимные алкоголики пропитно подобным мы стараемся занимать позицию нейтральности мы стараемся избегать крайности в мыслях или советах что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом мы собьемся с дороги значит ли это что мы непременно должны начать пить кое-кто скажет вам что это именно так но это лишь полуправда все зависит от нас и наших мотивов если мы сожалеем о случившемся и честно хотим чтобы бог вывел нас на путь добра и истины значит мы верим что получим прощение и что все это послужит нам хорошим уроком вот начинаются обещания четвертого шага и в частности обещания вот этих наших наших работ вот они начинаются я вижу что как они здесь если мы сожалеем о случившемся честно хотим что бог вывел нас на путь добра молитва боже пожалуйста выведи меня на путь добра и истины значит мы верим что получим прощение что все это послужит нам хорошим уроком если же у нас нет сожалений и наше это предупреждение в случае если у нас нет сожалений и наше поведение продолжает причинять вред другим то мы наверняка начнем пить ну то есть в принципе подытоживается вся работа по этим трем таблицам то есть наши резентменты обиды если у меня нет никакого сожаления если у меня нет никакой молитвы то рано или поздно вот это отсутствие вот этой благодарности это и есть отсутствие сожаления о том что и о моем поведении по отношению к другим то тут идет предупреждение что мы наверняка начнем пить и это не теоретические рассуждения это факты из нашего прошлого опыта у меня не было лично опыта срывов у меня было много эмоциональных срывов которых мне мой спонсор подсказывал я сам даже их не видел просто я ужасно плохо себя чувствовал бывали случаи когда я находился оказывается в миллиметре в миллилитре в миллиграмме от алкоголя но в принципе это вот так и есть подведем итоги всего сказанного о сексе молитва начинается мы искренне молимся чтобы обрести высокие идеалы чтобы нами управляла высшая сила во всех сложных ситуациях чтобы обрести здравомыслие поступать правильно мой покойный спонсор выписывал все это он сидел то что делаю я сейчас вслух да он сидел и прочесывал большую книгу он был уже на пенсии он было за 70 лет и он просто прочесывал эту книгу и высматривал где какие обещания где какие предупреждения вот я сегодня это вижу все больше и больше и вот если проблема секса нас сильно тревожит значит что мы еще с большим рвением рвением должны помогать другим я вижу здесь не только сексуальное я вижу что это вообще уже идет вот это вот наводка указания о том о чем мы будем говорить дальше частности в двенадцатом шаге я не видел честно вам скажу я не видел за время своего выздоровления в своей личной жизни в жизни людей которые меня окружали на моем пути выздоровления людей неблагодарных людей срывающихся из-за своей неблагодарности которые постоянно работают с другими как можно сорваться если ты идешь ну конечно если тебе по подсунули тирамису с алкоголем там или еще что тогда включается физическая тяга но как ты можешь сорваться если ты бросай или как ты можешь физически пойти и изменять своей жене если ты просто физически занят идешь в москве в дом терезы матери терезы или идешь в нарколожку или идешь на любое другое собрание протягиваешь руку новичку у тебя физически просто времени нет даже как бы ты не был каким секс-аддик там или еще кем-то мы думаем об их нуждах это что сделаем для них это железно это слова била потому что именно в его молитве третьего шага которую это он написал для себя о как он и говорит о том как я могу быть полезен другим людям помоги мне так я могу я знаю что я пойду и буду помогать это его было пробуждение кстати мы об этом будем говорить все оставшиеся страницы единственное для меня проявление духовного пробуждения это не ореолы не нимт вокруг головы это просто просто желание помогать другим людям сколько же лет мне понадобилось к этому прийти еще раз мы думаем об их нуждах и что делаем для них это выводит нас за пределы собственного я это касается к физической боли относится прямо это относится к ментальной психической боли любой боли как только до тех пор пока я купаюсь я я я я я я как мне как мне плохо как мне плохо интересно что это имеет отношение как и к сексуальным романтическим любым желанием как желанию выпить у многих еще одержимость не ушла многих одержимость присутствует меня бог милого он убрал одержимость ума к алкоголю в одно мгновение но сколько же у меня было подопечных которых это желание присутствует это умеряет страстное желание там для подчинения ему могло бы вызвать душевную боль душевная боль вызывается моим эгоизмом думаете у меня мало было это душевной боли и она может вы выскочить элементарно сейчас ой как это она меня не понимает вот это пожалуйста пример душевной боли это эго которая старается мне это мой духовный не не дуг недуг который пытается мне сказать господи ты же уникален ты же единственный такой классный и к тебя не понимают как это так все что надо делать просить бога и и окунаться в помощь другим думаете я все 25 лет этим занимался честно признаюсь нет если мы хорошо проанализировали нашу жизнь мы найдем в ней многое что нужно записать еще раз слово записать и о чем следует подумать для меня подумать это на самом деле тогда не существовало слово медитация да тогда не существовало когда писалась книга тогда существовало слово контемпляции я не знаю если русское слово размышление духовное размышление на духовные темы для меня подумать это наверно посидеть тишине и немножко просто дать возможность подумать опять-таки какая воля божия мы записали и проанализировали поводы нашего недовольства мы пришли к пониманию его бессмысленности и разрушительности мы начали учиться пожалуйста обещание обещание четвертого шага опять опять мы пришли к пониманию его бессмысленности и разрушительности мы начали учиться быть терпимыми понимающими и добрыми даже по отношению к нашим врагам которых мы считаем просто больными людьми мы записали имена людей которых мы обидели своим поведением и выразили готовность возместить причиненный им ущерб если это возможно очень лаконично очень коротко говорится об ущербе однако это мы увидим не сделав вот эту часть мы не сможем даже понять и приблизиться к восьмому шагу к списку людей которым мы нанесли ущерб а здесь конкретно об этом говорится в этой книге мы будем без конца повторять что вера сделал для нас то что мы не могли сделать сами для себя мы надеемся что убедили вас в том что бог поможет устранить свою волю которая отторгла вас от него молитва господи помоги помоги устранить свою волю которая меня уводит каждое мгновение от тебя когда я начинаю рубить если вы приняли решение составили перечень ваших основных недостатков это хорошее начало обещание из этого вытекает что вы сумели понять изрядную долю правды о себе то есть на самом деле для меня вот здесь говорится что мы только начинаем кажется вроде мы сделали большую работу да может быть поэтому я делал четыре раза я такой медленный первый раз на самом деле не открыл для меня ничего потому что как я уже рассказывал первый раз я сделал четвертые пятые шаги в реп-центре где то ли я не понял по-английски то ли мне не объяснили то ли у меня не хватало достаточно эго было раздуто чтобы не увидеть как это делается никто не объяснил мне вот эти вот вещи которые необходимы чтобы наставник объяснил своему подопечному как же сделать детально вот это как он сделал я делал четыре раза причем я нанес ущерба уже в программе поэтому четвертый третий четвертые разы мне нужно было делать шаги заново ну особенно с четвертого по двенадцатый вот глава шесть за работу что же следует делать после того как мы оценили себя и свою жизнь с нравственных позиций то есть мы сделали четвертый шаг мы сделали три таблицы таблица обид таблица страхов таблица секса и ущерба нанесенная нанесенного другим людям не только в сексуально мы попытались взглянуть по-новому на нашу ситуацию установить новые взаимоотношения с творцом и понять что мешает нам в этом мы признали некоторые своих недостатков мы в общем и целом поняли суть и причины наших жизненных неудач и выявили слабые пункты в нашем характере это обещание обещание четвертого шага теперь нужно избавиться от наших недостатков а это в общем то приказ это потребует от нас действий выполнение которых будет означать что мы признали перед богом перед самим собой и перед другими людьми истинную природу наших недостатков это подводит нас к пятому шагу программу выздоровления которая шла о которой шла речь в предыдущей главе остановлюсь на секундочку и вспомню свой первый пятый шаг я находился в реп центре в канадском и на берегу изумительного озера канадского и по соседству с нами был 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 женский монастырь в котором молились за нас и немногим давали возможность сделать четвертые пятые шаги нас среди сколько у нас был человек 25 троим по моему разрешили сделать обычно это было 1 2 3 вот после этого людей выписывали и они должны были там дальше уже как говорится но что-то видимо моя консультантша она почувствовала мне то ли вот этот сдутая эго и что-то и она мне разрешила но опять-таки как я только что говорил я четвертый шаг первый раз писал исключительно в хронологическом порядке без объяснений без ничего без понятки без понятия я просто написал жизни 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 описание саша я написал как у меня кто-то там велосипед цепь порвал я написал там как меня обижали как это пятое десятое но анализа как такового как требовалось в предыдущем прочитанном на предыдущих страницах у меня не произошло и когда ко мне привели привели просто старичка из города оказывается не алкоголиков приглашают просто послушать пятый шаг вот и привели его он зашел ко мне в мою комнату у меня была своя маленькая комната похожая на келью он сел и сказал а у меня там ну это хронологическом порядке был написан страниц 19 вот но я много писал много писал выливал все на на бумагу вот он пришел и опять-таки я по-английски еще толком не говорил он пришел сказал что он готов послушать и если я не против он хотел бы помолиться у меня уже тогда вот это состояние эго было подздуто настолько что не было пофигу абсолютно пофигу кто чего пришел бы муфти мусульманский или раби раввин иудейский для меня было без разницы просто пришел человек я даже не знал его религии вера но скорее всего христианской баптисты или католик какое имеет значение протестан он просто взял мои руки и сказал молитву которая своими словами он даже не отче наш или не что-то просто своими словами что-то сказал и меня прелегчало то есть видите как угодно может пятый шаг делаться и у нас потом я не знаю у меня были спонсоры которые ходили на на исповедь они делали пятый шаг каждый год один из них делал каждый год со своим проповедником католическом храме и также делал со своим спонсором разбивая его пополам возможно кому-то это покажется сложным особенно обсуждение наших недостатков с другими да хочу закончить что проговорив ему все выложив ему все что на моих 19 страницах было принесло мне облегчение интересно что это на самом деле принесло мне облегчение просто слиться я сегодня на самом деле как и наше сообщество рекомендует не придерживаюсь строгих рамок как это делать что это делать на тот момент я был готов на и рассказать ему какое же было несчастное у меня день это детство и даже не обратив внимание кому я толком навредил и какие у меня были не проанализировав какие у меня были дефекты характера кстати говоря о чем возвращая вернувшись домой я не мог двинуться к шестому и седьмому шагу потому что у меня не было недостатков характера просто не было как они могут быть когда моя моя четверка и пятерка состоят исключительно из повествования в хронологическом порядке о моей несчастной жизни не пришлось заново забегая вперед я скажу что мне пришлось заново делать четвертый пятый шаг уже со своим спонсором потому что иначе я никак не мог двинуться к шестому а тем более к седьмому шагу если у меня нет дефектов характера о чем мне просить высшую силу я полностью само совершенство возможно кому-то это покажется сложным особенно обсуждение наших недостатков с другими мы считаем что уже добились немалого признав свои изъяны перед собой это в четвертом шаге конечно это происходит непосредственно уже частичка пятого шага происходит в когда я пишу однако в этом можно и усомниться наш опыт убеждает нас том что этого недостаточно многие это предупреждение кстати если делать вот так вот он например оставить пятый шаг исключительно сделан самим собой то есть практически дальше четвертого не двинутся наш опыт убеждает нас том что этого недостаточно многие из нас считают что нужно идти дальше обсуждая эти проблемы с кем-либо другим мы в большей мере сможем достигнуть внутреннего примирения особенно если у нас есть веские причины для такого обсуждения сначала назовем самую вескую причину предупреждение достаточно серьезно если мы не пройдем этот влажный этап мы не сможем бросить пить время от времени новички пытались не раскрывать некоторые факты своей жизни пытаясь избежать унизительные необходимости исповедаться перед другими они использовали более простые методы почти неизбежно они в конце концов напивались опыт четырехлетний всего книга то вышла в тридцать девятом году опыт билла и боба и первых несколько десятков алкоголиков которые выполнили то что в будущем стали 12 шагов их опыт показывал что люди не сделав вот эту исповедь пятый шаг они многие из них напивались тщательно выполняя другие требования нашей программы они удивлялись почему они она не приносит положительных результатов мы считаем что дело заключалось в том что они как бы не завершили полностью уборку в своем доме они провели инвентаризацию четвертый шаг но не выбросили со склада самые негодные вещи им только казалось что они утратили эгоизм страх обрели смирение казалось предупреждение но в действительности они не познали в достаточной мере смирение бесстрашие честность пока они не рассказали кому-нибудь историю всей своей жизни ключевое слово выделенное жирным больше чем кто бы ни было алкоголик ведет двойную жизнь он прекрасный актер окружающим людям он постоянно преподносит свой сценический образ он хочет чтобы люди видели его именно таким он хочет иметь определенную репутацию но в глубине души понимает что не заслуживает ее то есть мой опыт показывает что люди не хотят делать пятый шаг потому что они по-прежнему думают несмотря на то что даже если им объяснили в четвертом шаге что и мне объяснил мой спонсор насколько важны молитвы насколько важно вот это смирение которое приходит не важно человек по-прежнему чувствует свою изоляцию и свою уникальность я так себя чувствую моя уникальность заключается в том что я что-то не обязан рассказывать бог меня миловал бог меня миловал уже даже в первый заход потому что почему-то на самом деле я не знаю благодаря высшей силе мое эго было подсдуто она давала возможность предположить что если я расскажу все то есть интуитивно если я выложу все не оставив ничего но у меня куча примеров где люди не договаривают я что делаю в данной ситуации со своими подопечными я окунаюсь в омут с головой в первом мне сегодня не страшно рассказать самые детали самые позорные в кавычках детали о своем о своей жизни включая сексуальные и разные другие вещи чтобы тот человек который пришел ко мне с пятым шагом чтобы этот человек почувствовал что он не один такой урод что он может на самом деле довериться и рассказать у меня и бывали случаи когда я глаз в глаза смотрю человеку и рассказываю ему какие-то вещи мне кажется лично что надо делать однополым мужчины с мужчинами женщинами женщинами когда я сижу с другим парнем американцем канадцем русским русскоязычным и смотрю в глаза и рассказываю ему вот эти вот историю всей моей жизни не утаив ничего я вижу как у него загораются глаза и иногда люди просто ошеломленно говорят господи ты это делал и начинают рассказывать не обязаны это он не обязан это делать но я знаю статистически человек не из рассказавший все пятом шаге у него шансов вот на испытание вот этого этого смирения вот этого ощущения жуткого веса с плеч долой не будет как если бы если бы он это не сделал насчет актера это великая вещь да мы все настолько уникальные актеры настолько любим это все интересно что забегая вперед я расскажу что очень часто слышишь такие вещи что люди себя ведут совершенно святыми когда ходят на собрание их носят на руках и говорят какое у него чудесное вот выздоровление какие как он цитирует книгу на каждой там странице подчеркивает то есть у пятое десятое а потом возвращается домой но если не бьет жену то по крайней мере он разговаривает совершенно не так как он разговаривает с другими будучи святым в наших комнатах это несоответствие становится еще более очевидным когда он начинает выступать во время запоев отрезвев он испытывает отвращение когда смутно вспоминает некоторые эпизоды эти воспоминания превращаются в кошмар он с ужасом думает что кто-то мог быть свидетелем его выхода быстро прячет эти воспоминания в глубине своей души он надеется что они никому и никогда и никому не станут известно он живет состояние напряжения и страхи заставляет его пить еще больше я думаю что этот параграф напрямую сам ко мне обращаются я объясняю подопечным что он значит для меня я могу скобрезные детали своей сексуальной жизни когда мои ноги раздвигались я ложился под любую когда я был кьяны а когда я был трезвый я не мог даже рта открыть я начинал заикаться когда я видел девушку с которой мне хотелось бы не то что заняться сексом а просто поговорить и у меня все внутри колбасило все трясло если я выпивал мне уже было пофигу тогда этому могло быть и насилие как выяснилось позже что это могло быть там переспать с девушкой которая в полуобморочном состоянии находится вот эти вещи я рассказываю сразу же чтобы человек не думал что он делает что-то такое уникальное что никто другой не сделал и еще расскажу что я однажды имел беседу с католическим батюшкой у которого нет прихода в канаде он специально выбрал свою жизнь рядом с тюрьмой строгого режима то есть там сидят убийцы насильники и рецидивисты во всех этих областях он туда ходит уже на протяжении 40 лет он недавно 40 лет трезвости у нас не был один тот же спонсор и он слушает пятые шаги там как батюшка и как не батюшка и как алкоголик выздоравливающий и он говорит саш ты знаешь одно и то же я бы это слышал порядка пяти тысяч шагов за эти годы я тебе скажу что независимо убийца насильник рецидивист одно и то же одно и то же происходит в сексуальном и других поэтому когда я был подвыпивший для меня вот это когда я вылезал из запоя я думал господи чего же я наделал что же такое да на самом деле многие из нас это делали психологи в целом согласны с нами мы тратили тысячи долларов на обследование очень немногих случаях мы вели себя так что психологи могли помочь нам мы редко в очень немногих случаях мы вели себя так что психологи могли помочь и объясняется почему мы редко говорили им всю правду и редко следовали их советам не желая быть откровенными с этими относившимися к нам по-доброму людьми мы не были откровенны и с другими неудивительно что медики бывают как правило весьма невысокого мнения об алкоголиках и считают их шансы на излечения ничтожными меня мой доктор последний год моих моего пьянства семейный врач который нас наблюдал он просто поставил перед фактом и это не послужило чтобы я бросил тому чтобы я бросил пить он спросил меня сколько я выпиваю просто ни с того ни с сего я могу ну как как все русские рюмку водки с этим с борщом вот или под закуску на самом деле я пил полтора литра водки в день когда я не был в запоях а уже пиво было не считанное как как лимонад вот он посмотрел на меня я как я потом понял со страданием и сказал знаешь я вот посылаю тебя на анализ печени сколько антитела на отбрасывает там специальный анализ который определяет сразу функцию печени и когда я пришел к нему он мне перезвонил и вызвал на встречу он мне сказал ты знаешь твоя печень в общем-то это при циррозное состоянии она отбрасывает вот должно вот столько такое количество этих а у тебя отбрасывает 10 раз больше я как ученый вроде бы это понял и понял что меня поймали на простом вранье потому что именно вот это неумерное питье приятие алкоголя вызвало вот это вот мы уже на семье второй странице так я понимаю да я прочитаю если мы хотим жить не жить долго или быть счастливыми в этом мире нам следует быть совершенно честными перед как перед кем-нибудь это это предупреждение пятого шага вполне понятно что мы обдуманно выбираем человека или людей с которыми мы можем говорить о самом интимном те из нас то есть опять повторяется интимность имеется ввиду не только сексуальную интимность мы можем рассказать все не скрывая ничего те из нас чья религия требует исповеди обратятся в первую очередь к тем духовным лицам которые согласно своему сану обязаны их принять и выслушать в частности сегодня девушка делилась у нее 14 дней она пошла на исповедь вот после срыва очередного и сказала все рассказала все значит что она творила включая и наркотики и алкоголь и все что как и связано с употреблением и ей батюшка сказал что она прямо направо направляется в ад вот сидит 12 дней девушки на собрание она вот с такими шарами смотрит и говорит оказывается я в ад иду так что вы такой опыт может быть а может быть и другой кстати у нас очень много батюшек как и в америке и в канаде так и в россии которые сами члены нашего сообщества можно их всегда найти если вы хотите совместить и религиозный подход в виде исповеди и наш пятый шаг те из нас кто не принадлежит никакой религии могут тоже обратиться к духовному лицу часто такие люди могут легко вникнуть суть наших проблем и помочь в их решении конечно же встречаются люди не понимающие алкоголиков те которые нас в ад направляют кстати говоря а об этом у нас тоже бытует эта фраза что разница между религиозными людьми и алкоголиками в том что религиозные стараются не попасть в ад алкоголики те которые уже побывали там вот я наверное на этом остановлюсь мы на следующей неделе начнем со слов если мы не можем или не захотим вступать в контакт на 72 странице это второй полный параграф вот я вам очень благодарен и спасибо вам за то что вы здесь вы не не представляете насколько вы мне помогаете спасибо вам большое спасибо ребята я вас всем спасибо доброго пока спасибо